В эфире Радио Свобода и видеотрансляции на сайте www.swaboda.org Передача правосудия и я ее ведущая Марьяна Тарачашникова Эту программу также можно смотреть на телеканале Настоящее время Российские власти намерены вмешаться в ситуацию связанную с незаконным преследованием предпринимателей В начале августа об избыточном давлении на бизнес со стороны контрольных и правоохранительных органов заявил Владимир Путин Он в частности предложил прекратить затягивать беспричинное содержание предпринимателей в следственных изоляторах Запретить изъятие при обысках серверов и жестких дисков Ограничить внеплановые проверки предпринимателей И формализовать права Институту полномоченных по защите прав предпринимателей в судебных процессах О том, от чего и как нужно защищать российских предпринимателей Говорим с участниками сегодняшней передачи Со мной в студии «Радио Свободу» полномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей Александр Хруджи И координатор программы «Стоп-арест» Алексей Громовенко А на видеосвязи с нами из Воронежа предприниматель Елена Супрунова и адвокат Ольга Гнездилова Собственно, Елена и Ольга сегодня участвуют в нашей передаче Еще и потому, что вместе они добились достаточно серьезной судебной победы Буквально на днях Европейский суд по правам человека Обязал российские власти выплатить 53,5 тысячи евро Восьми воронежским предпринимателям, выступавшим против сноса юго-западного рынка Воронежа Это дело длилось с 2009 года, когда власти Воронежа решили снести юго-западный рынок Они объявили торговцам о досрочном расторжении договоров аренды И чтобы не допустить сноса торговых площадей до разрешения спора в арбитражном суде Предприниматели стали дежурить по ночам на рынке О чем уведомили администрацию города Но вот однажды в одной из таких дежурств на рынок явилась полиция И с этого и началась вся история, насколько я понимаю, Елена Расскажите чуть подробнее, что там происходило все эти годы и как развивались события Здравствуйте Дело в том, что когда началась война на рынке, как мы ее называем Это в августе 2008 года Вначале милиция как-то не очень лезла Потом, когда начались уже более такие действия со стороны этой компании Уланова Которые захватили рынок рейдеры Это рейдерская компания города Воронежа, которая снесла не только наш рынок Пыталась снести уже много таких организаций, трамвайной ТП и все Предприниматели юго-западного рынка встали на голодовку, чтобы не выходить из здания рынка У нас есть капитальное здание, которое нельзя было снести Потом они начали наводить бандитов Мы вызывали милицию, но оказывается, милиция с бандитами это все заодно Когда вмешались уже более такие люди, как депутаты города Воронежа В том числе сейчас бывший депутат Волдарев Александр Волдарев Александр нас познакомил с Дом прав человека С молодежью, с адвокатами, вот не веря, конечно, им Но мы начали хоть немножко соображать Нам начали объяснять девочке, что куда нам куда идти Мы ходили и в департамент по предпринимательству просили помощи Нигде нам везде были отказы, везде все Но тут же начали нас гнобить, бить Нас кидали камни, нас избивали, нас арестовывали Закрывали в подвалах В общем-то, у одной беременной девы, женщины На седьмом почти месяце произошел выкидыш Как его назвать, из-за того, что заваривали ее сваркой в дверях Это предприниматель нашего рынка Ну вот так вот все это началось Потом в этой бойне, потом милиция нас избивала Потом бандиты избивали Так все шло до 10 августа 2009 года Елена, а что случилось 10 августа 2009 года? 10 августа мы были все в ночь Мы рынок не оставляли ни на минуту Мы ночевали на рынке все время постоянно, ну, бригадами В эту ночь я была, много нас было народу Потому что милиция, наши люди, как скажем так, в милиции Предупредили, что в эту ночь будет захват рынка Бандитами и туда все Было очень много народу Ночь прошла тихо, все под утро в 5 утра Мы сидели на улице, пили чай уже Тут же зашли на рынок полковник Тогда он был подполковник, полковник, извините, я не помню этого Болд, Кударев, Халяпин и Карпов в полковнике Увидели нас, начали, дали приказ бить людей Ни с того, ни с сего, просто мы были на рынке Тут подбежали еще милиция в штатском Очень много людей Начали уже избивать Там человека, 70-летнего Аненкова Избили до такой степени, что он вообще попал в больницу Там у Тары в сердце было и все Это сам полковник его избивал Кударев Меня бил от Халяпин и Карпов И тут же приехала милиция Нас начали в машину всех кидать Кого по асфальту тащили Там ноги, спины были содраны Полностью в кровь, кожа снеслась Нас погрузили, очень много людей В машину кто-то поместился Короче, отвезли в отделение В отделение отвезли нас, когда там закрыли в камеру А кто снимал на видео Кленту, Мишу, там закрыли В одной камере его там били Меня в другой камере Пытались там подписывать документы Подписывать документы Вообще не оформлены ничем Я отказывалась, конечно Получала за это немножко Но, в общем-то, адвокаты там наши Бились внизу, чтобы нас отпустили Нас повезли в суд И мировой суд присудил женщинам штрафы А мужчин посадили 5-10 суток В зависимости, кого как дали Вроде на это вмешалась депутат Кудрявцева И Болдреву, фу, Болдреву, извините Кудряву полковнику сказал Если ты не отпустишь людей, мол, будет хуже Вся поддоводная твоя вылезет И он вот таким методом отпустил Но люди уже были избиты Все, это вот было 10-го числа Насколько я понимаю, Елена, то никто из полицейских Так не был привлечен к ответственности За то, что людей били на этом рынке Нет, были суды, с адвокатами все Мы подавали в суды, фотографии у нас были Мы снимали все это на видео, раны, все Но ни один милиционер в этом не пострадал Да, спасибо Да, Елена, спасибо Я хочу сейчас к Александру Хуруджи обратиться Вот эта история для вас что-то удивительное? Что-то из ряда вон выходящее? Или все-таки сейчас времена изменились В сравнении с 2009 годом И полиция действует аккуратнее? Хочется сказать, что изменились Вопрос в том, в какую сторону К сожалению, то, что сейчас мы услышали Не является какой-то уникальной историей Дело в том, что в некоторых регионах Встречаются ситуации, когда происходят пытки Когда люди для того, чтобы отжать Собственность у тех или иных предпринимателей Идут на совершенно, ну на наш взгляд Необоснованные угрозы И если раньше шли по какому-то беспределу с использованием В качестве помощников тех или иных представителей Как выразилось, бандитов То сегодня, как правило, стараются оформить Это более культурно Стараются использовать Каких-то адвокатов Которые сначала Предваряют какие-то переговорные процессы Делают какие-то предложения О том, что вам бы по-хорошему Лучше расстаться с кем или иным рынком Или с кем или иным бизнесом После этого фабрикуются дела Начинаются проверки То есть я правильно понимаю, что Из такого открытого противостояния Силового, вполне рейдерского Сейчас все переходит немножечко В такое тихое русло И когда человеку сначала предлагают Ну по-хорошему уйти Отказаться от какой-то своей собственности Или от каких-то интересов В конкретном месте предпринимателя А если нет, то хорошо Тогда значит сядешь посидишь Может быть станешь умнее Возбуждаются уголовные дела С помощью сотрудников правоохранительных органов Заинтересованных, я так понимаю И дальше уже Как там, куда кривая выведет Вы абсолютно правильно говорите Значит действительно возбуждаются дела Сейчас, как правило По кем или иным заказам При этом представители правоохранительной системы Зачастую Не действуют По указке Когда это касается Каких-то маленьких совершенно бизнесов То есть в основном Это актуально Когда речь идет о бизнесах Там свыше 10 миллионов рублей Интересия К той или иной собственности Которая свыше этой суммы Второй момент Который смущает Что надзорное ведомство Не всегда успевает прореагировать Дело в том, что недостаточно желания Только одной полиции Поучаствовать в запугивании Или возбуждении уголовного дела Или создании тех или иных проблем К предпринимателю Как правило Необходимо Чтобы не мешала прокуратура Прокуратура В регионе Поэтому зачастую Они действуют в связке Потом следующий момент Прослеживается цепочка событий То есть сначала Это проверка Потом Зацепка За какую-нибудь ошибку Которую совершил предприниматель Ну мы знаем с вами Что предприниматели Тоже не безгрешны И что Всегда можно найти За что зацепиться К чему придраться Конечно Придраться можно к чему угодно Тем более Если речь идет О торговле Оптовая, розничная Уже не так важно Ресторанный бизнес У них всегда есть Пожарные, охранные сигнализации Все такое Там поставщики Есть те, которые Не отвечают на запросы Организации То есть всегда Можно за что-то зацепиться Дальше следуют Обыски То, про что говорил Вчера президент Обыск Изъятие Очень большого количества Информации Серверов И, как правило Фактически блокирование Работы предприятий Ну конечно Потому что Ни бухгалтерия не может работать Ни какие-то другие службы Работать не могут Ни налоги не могут Они платят И зарплаты платить не могут И зарплаты, конечно И люди Начинается самое интересное Казалось бы Было предприятие Еще вчера действующее Возбудили уголовное дело Заблокировали счета У каждого Практически Предприятия Есть Обязательство Перед банками Как действуют В этом случае Банки Банки говорят У тебя проблемы Возвращать досрочно кредит Правильно Итак У предпринимателя Кроме Необходимости Защищаться От уголовного Преследования Есть еще две проблемы Надо решать вопрос Срочно с банками Дай бог Если все хорошо С партнерами Если он один Чуть проще ситуация Если есть еще другие партнеры Которые имеют свое мнение Или есть какой-то Вяло текущий конфликт То это только Усугубляет ситуацию И есть сотрудники Которым нужно Платить зарплату Каждый день Я молчу Про контрагента Про все это дело Мы молчим Начинается ком Да И это еще хорошо Если предприниматель В это время Остается на свободе Потому что Их все-таки Еще сажают Это уже следующий шаг Это вот Моя прямая специфика Я тем не менее Хочу Вот как-то Мы просто уже ушли В настоящее время И забросили Вот эту вот Воронежскую историю С которой Собственно Начали говорить Там же Она История Это победная Там в конце концов И европейский суд Вот вступился С чего я начинала Но и обычные суды За предпринимателей Вступились Я так понимаю И хотя Не призвали Не привлекли К ответственности Полицейских Которые участвовали В избиении людей Вот в разгоне Предпринимателей Которые Отстаивали свой бизнес Но тем не менее Взыскание Это все Наложенные На предпринимателей Все-таки Поснимали С суды Правильно я понимаю Отменили решение Вот об этих Признали незаконными Решения Об арестах На 5 суток 10 Елен Да Да Конечно Суды мы выиграли Последние Что Отменили Просто эти аресты Отменили штрафы Вот это Единственные суды Которые мы выиграли Да Но тем не менее Рынок-то работает Ваш Рынок работает Да Продолжает работать Потому что Были После еще Девятого года Были стычки С администрацией В 2013 году Потом вот Два года назад Была опять Опять стычка С администрацией Попытка сноса Но уже не такая Опасная Но пока тихо Рынок работает Ну вот вы считаете Что это состоялось Благодаря тому Что вы Вот так вот Активно Вступились За свой бизнес Объединились И пошли по судам Вплоть до европейского Или просто Интересы У вот той компании Которую вы назвали Рейдерской Изменились И они решили Что не хотят Связываться С вашим рынком Дело в том Что это НСТ Это компания Уланово Строительная Наши знаменитые Воронежские Рейдеры Они отступили Он отдал Наш рынок Кабардино-Балкарии Президенту И у нас сейчас Правят Всей властью Кабардино-Балкарцы На рынке И директор И все Это Совсем другая компания Он ее продал Просто-напросто А этим Видно не очень Это нужно сносить Они раз попытались Два попытались Но они понимают Что предприниматели Никогда от этого Не отступятся Это единственный Наш хлеб У нас Больше другого Заработка нет Это Триста половины Тысячи предпринимателей Не считается Ну а вот За все это время Вы со стороны властей Хоть какую-то Поддержку чувствовали Вот в 12-м году Например Появился Уполномоченный По правам Предпринимателей В России Еще куча Департаментов Специализированных Существует В региональных Всяких Администрациях Кроме всего прочего Есть и торгово-промышленные Палаты Хоть кто-то Где-то вас поддерживал Кроме Правозащитников Нет Мы В девятом С восьмого года Мы обращались Мы ездили в Москву В Воронеже В прокуратуру В милицию В департамент По предпринимательству И писали И что мы только не делали По газетам По журналам Ходили Везде Что нас услышали Нас Совершенно Игнорировали Полностью Кроме Дом по правам человека Единственные люди Которые нас понимали И Нас более-менее Услышали Когда Несколько Предпринимателей Попали К посольству Америки Мы просто Сделали такой шаг Пришли К посольству Америка В девятом году И просили помощи У них Помочь В нашей ситуации Вот после этого Нас немножко Стали где-то встречать Где-то нас принимали Хотя не помогали Но выслушивали А в Воронеже У нас Департамент По предпринимательству У нас слушать Вообще Категорически Не хотел Потому что Тогда была Председатель Этого департамента Паршина Она Очень хорошая Подруга была Директора нашего рынка Этой компании И там было все связано А у них Нам помощь Ниоткуда Никакой не было Да Елена Спасибо Я сейчас хочу Вот да Прежде чем Два слова буквально Дело в том Что мы специально Создали Проект В рамках Работы Омбудсмена Для того Чтобы упростить Защиту Именно в таких ситуациях Потому что Действительно Люди не знают Как оформлять Что-то там Это все очень сложно Особенно Когда проверьте Когда вот ровно Такие ситуации происходят Самый простой Вот в два клика Можно решить проблему То есть Первое Нажимаете кнопочку Скачать приложение на БАТ Мы специально сделали Уполномоченного Эту программу Второе Вот просто нажимаете Одну кнопку Вызвать И сразу сообщаете О проблеме Все Дальше с вами связывается Начинает проблему решать Поясняют Как оформлять Это делается Это бесплатно Это делается Мгновенно Не надо никуда писать Заявлений Ходить В очереди стоять Ничего Все После этого Будет реакция Абсолютно точно Вот Более того Институт Имеет возможности Написать заявление Необходимое В генеральную прокуратуру И так далее То есть если там нарушен закон Если эта проверка Незаконная То реакция идет Молниеносная Сразу под козырек Берут полицейские И прокуроры Как только К ним Обращаются Сразу говорю Просто То они полезут По одной простой причине Потому что Ситуацией будет Очень пристальное внимание Потому что Есть рабочие группы Которые Очень качественно Взаимодействуют В рамках Взаимодействия С амбудсмена И генеральной прокуратуры И отдельно Те группы Которые работают В регионах То есть допустим В той же Воронежской области Я уверен Есть амбудсмен Который взаимодействует С губернатором И так далее Они сразу же Садятся И на берегу Решают Что вот такая Скандальная ситуация Что делать Нам что нужно дальше Чтобы это продолжалось Чтобы сказывалось На инвестиционном климате В регионах То есть вы хотите сказать Что если бы У предпринимателей В Москве Была возможность Нажать на эту кнопку На БАТ Два года назад Зимой То не было бы Ночи Длинных ковшей И не посносили бы Вот здесь Магазины По всему городу Я могу сказать так Что во-первых Все кто На тот момент Еще кнопки Конечно не было Ее только недавно сделали Во-вторых Те которые Обратились И написали заявление В адрес Китова Им выплачивали компенсации Такие случаи есть Они у нас Отфиксированы И третий момент Когда произошла Сейчас ситуация По реновации Я был одним из участников Руководил штабом По предпринимателям Те предложения Которые мы высказали Мы пересчитали Мгновенно 2629 предпринимателей Которые страдали В этих домах То есть мы взяли Свою базу Вычислили всех До единого Которые там зарегистрировали Собрали Разослали Предложили Какие выходы Варианты есть Действительно Большинство Были заинтересованы Чтобы мы готовы Получить деньгами И так далее Мы написали То что считали Сами предприниматели Передали в мэрию И наше предложение Учли Учли пока На словах Пока на бумаге Мы видели В том варианте В котором видели Мы сказали Какие правки Считаем Необходимы сделать Но мы принципиально Против того Чтобы была Экспроприация собственности Потому что Человек планирует Не на 5 лет Не на 1 год И у него есть кредит И обязательства И предлагать ему Взамен Только метры квадратные На мой взгляд Это неправильно Это мое личное мнение Я считаю Что там все-таки Больше расходов Чем на самом деле Мы снова возвращаемся В Воронеж Теперь я обращаюсь К Ольге Гнездиловой Адвокату Которая представляла В том числе Интересы Елены В Европейском суде По правам человека Поясните пожалуйста Почему Вот вся эта история И Вся эта Битва Предпринимателей За свой рынок В итоге Обернулась Решением Европейского суда По правам человека Связанным с Нарушением Статьей 11 Конвенции Защите прав Человека Потому что ЕСПЧ В своем решении Признал Что власти Нарушили именно Эту статью А она Предполагает Свободу собраний Ну и третью статью Которая говорит О недопустимости Пыток Но здесь я так понимаю Понятно За слов Елены Все-таки там Людей били И пытали В отделении полиции А почему Свободу собраний? Да Статья 11 Появилась Потому что Милиция Тогда еще не было Полиции Они решили Оформить все Якобы по закону И в протоколах Об административном Правонарушении И задержании Написали Что предприниматели Участвовали в митинге Который проходил В 5 утра На территории рынка Написали Что якобы Они держали плакаты Выкрикивали лозунги Антиправительственные И таким образом Дали возможность Мировому судье Назначить штраф И сутки лишения свободы То есть Государство И милиция Сама Подняла вопрос О свободе собраний И тем самым Дала нам дорогу В Европейский суд Потому что Конвенция Говорит о том Что если человек Собирается с другими И это мирная цель То никто не вправе Вмешиваться В свободу собраний Если только не нарушены Какие-то фундаментальные Положения Конвенции То есть Здесь мы говорили о том Что предприниматели Имели право Охранять свой рынок Они арендовали площади На которых они находились Они имели право Находиться там Круглосуточно И вмешательство Здесь как раз Было нарушением Поэтому мы С подачи государства Использовали Вот эту вот Статью 11 И сказали Что все-таки Задержание людей Которые мирно сидят Вместе Пьют чай Утром Это незаконно Скажите пожалуйста Ольга Вот по вашей информации Как часто В принципе Предприниматели Доходят В своих спорах С чиновниками До европейского суда По правам человека Потому что Обычно Прессе Становится Известны Случаи Когда речь идет Действительно О пытках О жестоком обращении О может быть Нарушении Шестой статьи Это право На справедливое Судебное разбирательство Ну или Если речь идет О больших бизнесменах Ну так Дело Юкоса Тот же Ходорковский Лебедев А вот Обычные люди У которых Есть свое Маленькое дело В регионах Часто ли обращаются В европейский суд За защитой Своих прав Ну В европейском суде Достаточно много Решений По России О защите Собственности То есть Когда государство Разрушило Какую-то Какую-то Собственность Без выплаты Компенсации О чем Вот говорили Предыдущие Уступающие Дело в том Что в деле Предпринимателей Уго-западного рынка Не дошла ситуация До того Как началось Разрушение Как раз Их борьба была В том Чтобы предотвратить Снос рынка И тем самым Не дать Довести ситуацию До того Состояния Что только Компенсация Может восстановить Их нарушенные права То есть Они защищали Свою собственность И у многих Это были только Договоры аренды Если бы Такое произошло Конечно Мы могли бы Жаловаться дальше И говорить Что бизнес Разрушен И нужно Получить Компенсацию Но к счастью Здесь мы До этой ситуации Все-таки Не довели Но вообще Таких дел Много И европейский суд Признает Собственностью Не только Разрушенное Какое-то Строение Или магазин Но это может быть Например Упущенная выгода Когда человек Рассчитывал На прибыль в будущем И может доказать суду Что его бизнес Выстроен Таким образом Что То или иное Решение власти Оно мешает Получению дохода В будущем То есть В этом случае Конечно Мы можем говорить О том Что нарушено Право на защиту Собственности И требовать Компенсации Сначала Конечно Национальном суде После отказа Уже обращаться В европейский суд Да Спасибо большое Ольга Но вообще Это удивительная ситуация Почему людям приходится Доходить до европейского суда По правам человека Если в принципе И российские законы Вполне себе Предприниматели На бумаге Во всяком случае Защищают И тот же Гражданский кодекс Своей 15 статьи Говорит Что если Что-то было нарушено То компенсация Должна быть Всеобъемлющей Полной И предполагает Что это Возможные убытки И в уголовном кодексе Есть статья Которая предусматривает Уголовную ответственность За воспрепятствование Законной предпринимательской деятельности Ну я посмотрела статистику Ноль Ноль дел было В 2016 году Да Почему это происходит Не Почему закон в России Не защищает предпринимателей Хотя Вот даже сам президент Говорит Что надо Беречь бизнесменов Нужно давать развиваться Алексей Наверное Потому что В принципе Правоохранительная система Как Целостная Некая вещь Несмотря на то Что регламентируется Независимость судебной власти Независимость Исполнительной власти А все равно Правоохранительная система Настроена Прежде всего На защиту Самой себя С какой-то ситуацией Когда Те же полицейские Превышают служебные полномочия Не происходит Только Ну кроме каких-то Экстремальных случаев Да Которых мы знаем Они выходят в прессу А вот во всем остальном Там условно 99% Да То есть попадает в эфир Только 1% Каких-то вопиющих нарушений Но тем не менее Все остальное Оно покрывается Точно так же Органами Которые должны выявлять Эти нарушения Пресекать их Преследовать И так далее И это происходит К сожалению На всех уровнях И хочется добавить Что предприниматели Либо граждане Не обладающие Этим статусом На самом деле Они достаточно редко И неоправданно редко Обращаются в европейский суд Потому что Это судебная инстанция Которая Во-первых Не является В ряде случаев Какой-то Исключительной мерой Да То есть туда можно По ряду решений Обращаться сразу После апелляционного Определения Российских судов И на самом деле Несмотря на Достаточно длительные Сроки рассмотрения Физически длительные Два-три года Но это Эффективная Мера судебной защиты Да И тем не менее Вот вы не ответили На вопрос Почему российские Суды Не встают на сторону Предпринимателей Скажите мне Александр Давайте предположим Что они связаны Позиции Итак Позиция первая Если у нас Речь идет О преследовании Того или иного Предпринимателя То как правило Следует Сначала Обжалование По 125 Попыток Вообще Законно-незаконно Возбуждено Уголовное дело Да И как правило Суд отказывает Итак Первый раз Суд уже Вынес решение Второй момент Если вдруг Приняли решение Заблокировать Те или иные Активы Недвижимость Или еще что-то Или признать Законными области Которые пытались Обжаловать Суд Второй раз Уже связан Позиция Потому что Он уже признал Что это Законное действие Полиции Третий момент Не дай бог Предпринимателя Закрыли Следственный изолятор И лишили свободы Вот я об этом хочу Да Обязательно Связанное Уже очень серьезно Гарантировано Практически Что в дальнейшем Никто не допустит Вынесения Оправдательного Приговора Почему Потому что Тогда Вся система Всех Кто до этого Выносил Судебные решения Которые Давали Законные основания Дальше Продлевать аресты Арестовывать Имущество Окажется Что Все эти люди Действовали незаконно Соответственно Должны быть Привучены К ответственности Мы вспоминаем Статью Которую только что Алексей комментировал 169 Правильно Да То есть получается Что следователь Который Вел дело Действовал незаконно Изначально Соответственно Он должен понизить Ответственность Итак Мы представляем себе Что регион Живет своей жизнью Как правило Там все друг друга знают Перетекают Из одного Правоохранительного Органа В другой Бывает так Бывает В выходных Ходят в баню Ездят В отпуск Отдыхать Шансов Что произойдет Пойдет что-то Не так Настолько мало Что у нас Количество Оправдательных Приговоров Настолько мало Что про них Уже пишут В федеральной прессе Дальше Когда происходит Это в регионе Ну к примеру Вот у меня был Первый за 7 лет Оправдательный приговор Вдумайтесь Первый за 7 лет Да В области И вот О чем можно говорить Это крупная область Которая 6 миллионов Человек Проживает Люди Собирались Чуть ли не на демонстрацию Посмотреть Как такое вообще бывает Потому что Никто уже не верит Потому что Людям проще сознаться В том что не совершал Из-за чего У нас такая статистика Замечательная Выходит потом Предпринимателя Прижали Как говорит президент Обобрали Отжали бизнес Но ему же надо Как-то выходить Как-то ситуация Он же не может Там вечно сидеть И вот он признается Потому что Ему подсказывают Адвокаты Говорят Так проще Понимаешь Лучше признать Хоть что-то В чем-то Ты вот Чтобы тебе Дали так называемое По-отсиженому И получается Прекрасная статистика Одни вроде бы Как законно Его преследовали Теперь они Получается законно Правильно Другие продлевали Ему аресты Все это время Все действовали законно Третьи фактически Разрушили бизнес Все законно Он не имеет никаких Прав на то Чтобы выставить И в ЕСПЧ Куда-то пойти Он же сам сознался Ну Насколько я помню Несколько лет назад Бизнес Солидарность Это такая Организация Поддержки Предпринимательства Ее создала Яна Яковлева Сама бывшая Предпринимательница Которая сидела В следственном изоляторе По так называемому Делу химиков Они провели Какое-то Исследование Достаточно серьезное И пришли к выводу Что каждый шестой Предприниматель Российский Привлекался К уголовной ответственности В стране То есть Бизнес Это такое Рискованное дело В России Получение Несмотря на то Что президент Обещает И помочь Гарантирует И пальцем Я все-таки Поясню По поводу того Что президент Действительно Обратил внимание Есть надежда На то Что это сейчас Начнет происходить То есть Сбываться Ведь мы же Прекрасно понимаем Что если мы Дословно Повторим Все что сказал президент То есть Он говорит Про то Что и сейчас Нарушать нельзя То есть Это написано И так И в конституции И в законах То есть Ничего Принципиально Нового Не произошло Президент Обозначил Внимание К этому вопросу Политическая воля Воля Абсолютно верно Были законы Но не было воли Вот сейчас Для нас Для всех Общественников Правоведов Вопрос Дойдет ли Эта воля До тех лиц Которые принимают Решения в регионах До конкретно До исполнителей До исполнителей Или Это зависит По дороге Будут ли Наказаны Те Кто Игнорирует Позицию Президента Или нет Ну это Вот остается Да Остается Только изучать А я Знаете Хочу сейчас К Елене Вновь обратиться Она с нами На связи Из Воронежа Предприниматель Скажите Пожалуйста Елен А вы Вообще Ждете Какой-то Поддержки Вам нужна Вот эта Поддержка Со стороны Государства Вам как Предпринимателю Вы ждете Что там Президент Или премьер Министр Кто-то Вмешается И вот Предпринимателям Станет Легче Жить Вот конкретно Вам Станет легче Работать Как-то Комфортнее Вы знаете За 24 года Предпринимательская Деятельность Лично Про себя Скажу Мне не помог Никто С государством Связанное Поэтому Мы привыкли В регионах Половаться Только на себя И я Никогда Не поверил Чтобы слава Президента Дошли до Воронежа До Прямска До Перми Любого города Кроме Москвы И Питера Это у нас Даже Ну между собой Мы люди Так и говорим У нас Совершенно Другая жизнь У нас Совершенно Другой мир Понимаете В России Существует Два мира Питер С Москвой И вся остальная Россия Мы обычно Любим Поэтому Никакой помощи Нигде Ничего не будет Это я Даже Да Скажите А вот То Приложение Да Которым Александр Вы сказали Которое Называется НАБАТ Вот вообще Такая штука С вашей точки зрения Она может Помочь Как-то Предпринимателям Если есть Грубо говоря Тревожная Какая-то Кнопка В телефоне Если кто-то Пытается Там Отобрать Бизнес Или какие-то Незаконные Проверки Или еще Что-то И вот Кто-то из Аппарата Уполномоченного По делам Предпринимателей Сразу начинает На это Реагировать Это может Оказаться Полезным С вашей точки Зрения Ну Сейчас Поборов Предпринимателей Нет Угроз Никаких Предпринимателей У нас В Воронеже Нет Поэтому Может быть Это и Будет Эффективно Но Не знаю Я могу Пояснить Да Елена Значит Смотрите Елена Обращаются Не только Когда касается Поборов В основном Когда приходят Проверки По Трудовым Всяким Вопросам Различные Комиссии Там По трудовым Спорам Потом По проверке Пожарных Сигнализаций Бывают Попытки Захвата Бизнеса Тогда Вызывается ЧОП Бывают Ситуации Когда Налоговая Инспекция Потом Несанкционированы Какие-то Проверки Со стороны Полиции Распотребнадзор Задача Проекта НАБАТ Вот как Проекта Фактически То Чем Сейчас Рассказ Занимались Елена И предприниматели Которые Отстояли Свой рынок Они занимались Самообороной Бизнеса Мы Взяли Вот эту Самооборону Упаковали В кнопку В простые Решения Чтобы Фактически Была Возможность Не только Самообороны Где советы Там есть На сайте Как быть В той или иной Ситуации Но чтобы Была Возможность Сразу Зафиксировать Что такая Штука Произошла Поскольку Соглашения В ряде Регионов Подписаны И местные Власти Понимают Что Соглашения Между аппаратом Уполномоченной Между аппаратом Уполномоченной И регионами И все Прекрасно Понимают Что этот факт Уже не спрячешь Что он Будет На виду Что на него Придется Как-то Реагировать То уже Условно Воспользовавшись Слабостью Того или иного Предпринимателя Развести его На деньги Как-то Что-то Попытаться С него Вымагить Уже сложнее Второй момент Предпринимателям Проще Обороняться Когда Есть типовые Решения Как действовать Если произошло То-то То-то И тот Собственно И всем Людям Проще Если есть Какие-то Типовые Я могу По поводу Того Что Москва И Питер Я сразу скажу Что моя история Родом из Ростова На Дону Я соглашусь С тем Что действительно Жизнь у нас Делится На категорию Москва И остальная Россия Ну так уж Считается Во всей стране Тем не менее Я сам Просидел 9 месяцев В следственном Изоляторе Ростова На Дону Могу сказать Что большинство Людей До поры До времени Вообще Не верили Что возможно Как-то защищаться Сейчас у нас Есть Из Брянска У меня более 720 сейчас обращений Только по проекту Стопорист Вот зашло И люди верят И получают поддержку Там в Томске В Омске Вообще Со всей страны Поэтому Не стесняйтесь Обращайтесь Да Вот я хочу Чтобы Алексей У меня рассказали Сейчас еще И о проекте Стопорист Как вообще Такое возможно Что до сих пор Предпринимателей В России Заключают Под стражу Если обвиняют В экономических Преступлениях Потому что Уже И закон И соответствующие Поправки Внесены И неоднократно Об этом Уже сказал И президент Сначала Медведев Потом Путин Потом дал Разъяснение Верховный суд По-моему Даже Конституционный суд Вмешивался Каким-то образом Но еще Тоже разъяснение Да И тоже давал Разъяснение И тем не менее Я посмотрела Статистику Около Ну чуть больше Трех с половиной Тысяч Людей Которых обвиняют В преступлениях Связанных С предпринимательской Деятельностью Они сидят Под стражей Как это возможно Дело в том Что Законы Они требуют Исполнения К сожалению Эти законы Действительно Поправки Они нужны Необходимы Они есть Они существуют Это уголовно-процессуальный Кодекс Но они Не работают Как в этом случае Ведут себя Суды В ряде случаев Суды Вообще Не исследуют Что Этот характер Деятельности Является Предпринимательским Допустим Завтра Будет Очередное Продление Меры У известного Предпринимателя Город Казань Человека знает Весь город Человек занимается Строительством Очевидно Это предпринимательская Деятельность Читаешь Постановление Суда Вопрос Вообще Не исследуется То есть Суд Первой инстанции Апелляционный суд Избрание Меры пресечения Продление Меры пресечения Вообще Закрывает На это глаза То есть Там где надо Посмотреть И сказать Да это так Этот момент Не исследуется Другие ситуации Когда следователь Прокуратура И суды Они сознательно Пишут В документах Постановлениях В ходатайствах О том Что человек Не является Субъектом Предпринимательской Деятельности И никто Эти абсурдные Постановления Эти абсурдные Ходатайства Должным образом Так же Не рассматривает И не принимает Законных решений К сожалению Ростов-на-Дону Известный Предприниматель Занимался Экспортом Зерна Готовил Крупнейший Наверное В истории Области Инвестиционный Контракт Было соглашение Подписано С администрацией О глубокой Переработке Пшеницы Сейчас он Находится К сожалению В СИЗО Уже больше года Наверное По обвинениям Связанным С возмещением НДС Очевидно Человеку Который не является Специалистом Бухгалтерии В уголовном праве Что обвинение Касается Исключительно Его предпринимательской Деятельности Будет оно доказано Не будет Но обвинение Предъявлено Именно в этой сфере Тем не менее В течение года С момента заключения Под стражу Все суды Как под копирку Выносят решение Однако Обвинение Предъявлено Данному гражданину Не связано С предпринимательской Деятельностью Но вот я сейчас Хочу кстати к адвокату Ольге Гнездиловой Обратиться Вот с таким вопросом Здесь сейчас Алексей сказал О том Что Ну а вот Один из предпринимателей Провел в следственных Изоляторах Больше года Известны истории Когда люди там сидят И по 8 лет По моему 6 с половиной лет Осипенко По 6 В общем годами сидят Дело не расследуется Насколько я понимаю По этому поводу Уже тоже неоднократно Давал какие-то разъяснения И европейский суд По правам человека И вот это известное дело Калашников против России Одно из первых выигранных Россиянами В европейском суде По правам человека Как раз оказалось В том числе Невозможности Такого долгого Содержания под стражей Почему не реагирует На это Российское правопроменительное Практика Вот на такие решения В том числе Европейского суда По правам человека Здесь есть конечно Конфликт интересов Потому что Очень часто Особенно в регионах Посадить человека В СИЗО Является таким Важным инструментом Для того чтобы Отнять его бизнес Я знаю такие примеры Даже в Воронеже Когда После длительного Содержания Следователи Сами обращались К заключенному И говорили Ну ты же понимаешь Твой бизнес разрушается Пока тебя нет Давай мы там Как-то договоримся То есть здесь Есть такая Коррупционная составляющая И есть такой Местный Очень интерес Сильный Конечно Европейский суд Неоднократно Это разъяснял То что Содержание после года Должно быть Очень Серьезно Мотивировано И вообще Длительное содержание До приговора суда По нему возникает Много вопросов Этих решений Действительно много Но для того Чтобы они Вошли В повседневную практику Должна быть Та самая Политическая воля Которая Следователей Недобросовестных И сотрудников Полиции Как-то остановят От такого Рейдерского захвата Бизнеса И мне кажется Вот эта норма Которая была Обведена Недавно О том Что предприниматели Которые Обвиняются По статье Связанной с их Непосредственной Предпринимательской Деятельностью Не должны заключаться Под стражу До рассмотрения Дела судом Она была направлена На то Чтобы вот эту Рейдерскую составляющую Немножко минимизировать Захват бизнеса Вот эти Коррупционные Все факторы Но К сожалению Действительно Здесь Почему-то Она не заработала Я думаю Что даже Обращение Европейский суд Вот именно По этому основанию То что Предприниматели Содержатся Под стражей Несмотря на то Что закон Запрещает Оно Через несколько лет Может сыграть Позитивно И стоит Стоит делать Стоит такие Обращения Направлять Потому что Конвенция Говорит что Любое содержание Под стражей Оно должно быть Четко Предусмотрено Законом Здесь Мы можем Говорить Что если Закон Ссылается На то Что предприниматели Не должны Заключаться Под стражу В связи с их Деятельностью Мы можем Говорить о том Что нарушен Вот этот принцип Предусмотрено Законом И как раз То что Суды Как уже было сказано Не анализируют Этот фактор Не указывают В своих решениях Тоже на это Можно ссылаться Потому что Все документы Иные Доказывают Что предприниматель Работал И что Как раз Вопросы Наугообложения Они лежат В сфере Предпринимательской Деятельности Поэтому Как и с любыми Изменениями А изменения Через Европейский суд Они всегда Очень долгосрочные Нужно Брать Сточечные Вопросы Писать Больше Жалоб Вот по этим Узким темам И надеяться На то Что через Много лет Будет Принята Еще более Четкая норма По которой Предприниматели Все-таки Не будут Содержать под стражей До рассмотрения Дела судом Ну и что-то изменится Наверное в голове У правопредставителей Правоохранительных органов В том числе И судей Насколько я понимаю Вы сейчас пытаетесь Решить В аппарате Полномочного Этот вопрос С созданием Проекта Стопарест Да И чуть подробнее Расскажите о нем Что это такое Дело в том Что мы живем Сейчас Во время Когда сервис Должен быть рядом Назовем это так С потребителем То есть Как говорил Александр На расстоянии Одной кнопки Стопарест В принципе Это такой же сервис Который Помогает Родственникам Может быть Даже Стране защиты Которая Не слышит Своих доводов В суде Не слышит Не видит Понимания Никакого Обратиться В какие-то Более Скажем так Наверное Высокие структуры Может быть Более политически Мотивированные И это касается Конечно Пока что Какого-то количества Достаточно известных Громких дел В регионах Громких И так далее Хотя Разницы Никакой нет По любому Уголовному Преследованию Касающимся Предпринимательской Деятельности Любой человек Имеющий отношение К этому Преследованию Как правило Это родственники Потому что Родственники Переживают Они видят Что сторона Защиты Бьется Что адвокат Предпринимает Все Регламентированные Законом Способы Но Никто этого Не видит Не слышит И не исполняет Они обращаются Они получают Не просто Какую-то Квалифицированную Консультацию И дело в том Что стопорез Был запущен Примерно в апреле И с апреля месяца Мы отработали Порядка 700 Обращений Соответственно Сколько из этих людей Сейчас на свободе Ну Нельзя говорить Оставить Прямую зависимость Поскольку человек Может обратиться В июле месяце А у него Очередное продление Стражи В сентябре Или в октябре То есть Никак не получится Прямой зависимости Те люди С которыми Ведется Плотная работа Там где Обратившийся Либо сторона Защиты Он находится Во взаимодействии С нами Получает Консультацию Получает Образцы документов Получает Анализ Ситуации Аппаратом Уполномоченного При президенте Какие-то заключения По этому поводу Там ситуация Немножечко Выравнивается Конкретно Наверное Людей Которым Была изменена Мера пресечения В частности Это домашний арест Как правило Сколько? 22 человека Да, по-моему Ну тоже неплохо В общем Тоже неплохо Учитывая, что Они изначально Не должны были Да, я могу Простым языком Объяснить Как это происходит По факту Смотрите Меня когда Китов Пригласил Заниматься Общественного Амбудсмена Защитой Предпринимателей Которые Оказались Там, где я Оказался Под сторожей Мне эта ситуация Совершенно близка Была И естественно Я попытался Сделать Таким образом Чтобы людям Было проще Сначала Сказать Первое Мой родственник Оказался под стражей Или мой Подопечный Если ты честный адвокат Вот Закрыли Такого-то человека Предпринимателя Я считаю Пригласил Алексея Он Сделал Оболочку Именно Как программист Посмотрел Как сделать так Чтобы они могли Это сделать В один клик Чтобы не было Никакой сложности То есть Задача была простая Человека арестовали Сразу же нажал кнопку Сообщил То есть Это же не сложно сделать Просто сообщить О том Что человека задержали На основании Такой-то статьи Уголовного кодекса Все Это первая часть Второй вопрос А что делать Когда человека задержали Нужны адвокаты Правильно Нужны там Экспертизы Там Прочие вещи И мы Начали сверять часы И смотреть Сколько у нас заявок Поступило через стоп арест И сколько Ко мне Как к комбудсмену Через аппарат Уполномоченного И Произошла такая Нестыковка 120 со стороны Через Уполномоченного И 700 с копейками Через стоп арест Почему? Потому что было проще И не требовалось Документов каких-то Второй момент Не требуется Да Второй момент К нам Зачастую поступают Документы В неподготовленном виде То есть у людей Есть сложность Качественно подготовить И по суке написать Ну конечно не у всех Есть соответствующие Поэтому мы часть сервиса Стоп арест свели к тому Чтобы Алексей Который сам проникся Этой идеей И ему тоже знакомо Что происходит Он тоже побывал В этих местах У нас Я сразу скажу У нас команда Из тех людей Которые побывали И которые знают Что такое Хотя бы день Провести в этих заведениях Поэтому их убеждать Что нужно сегодня Сделать документ Не стоит Каждый из тех Кто у нас работает Понимает ценность Свободы Есть понятие С одной стороны Предпринимательская деятельность С другой стороны Нужно все-таки Откровенно говорить Что в законе прописано Не оказывал противодействия Следствию Ну то есть Не уничтожал улики Не скрывался Не скрывался Не пытался скрыться Не давить на свидетелей Нам зачастую пишут Пытался давить на свидетелей Мы говорим Стоп Ну посмотрим Что это за документ Тот же самый документ Написан следователем Начинаем разбираться Выясняется Вот по Краснодару Буквально на днях ситуация Вроде есть документ Что человек давил Но как-то все Ну сомнения возникают Что-то не так Начинаем выяснять Человек Который якобы На которого давил Это тот же человек На которого написал На него заявление То есть Он до этого Получается Деньги с предприятия Вывел Чтобы скрыть Следы преступления Сказал что это Вася условно Потом на Васю Написал заявление И когда надо было Васю закрыть Чтобы уже снять С него подозрение Сказал Он на меня давил Все А суд это Наша задача Объективно разобраться И вот эти свои Мысли В виде Экспертного заключения Подтвержденные дальше документами Собранными Приложить И дать шанс Шанс человеку Что он сможет себя защищать Потому что Самое главное Что мы даем Своим институтам Мы даем человеку Шанс на защиту У нас совсем немного Время остается До окончания программы Я хочу У всех участников Ко всем участникам С одним и тем же вопросом Обратиться И начну с Елены Елена Скажите пожалуйста С Вашей точки зрения Насколько комфортно Сейчас предпринимателям В России Работать Работать Ну комфортно Налоги Просто Их повышают Повышать Это конечно Местные регионы А так Нормально Комфортно Например У нас Тихо Да Спасибо Ольга С Вашей точки зрения Каково сейчас Насколько комфортно Предпринимателям В России Я думаю Что предприниматели Примерно в том же положении Что и остальные То есть Любые люди Которые не встроены В вертикали Они имеют определенные риски Быть неугодными В том или ином вопросе Здесь конечно Нужно смотреть Какова политика Отдельного региона Или к кому Мы перешли дорогу Спасибо Алексей Да я думаю Что Если говорить О событиях 2009 года И сейчас То просто Цена интереса Определенных структур Которые используют Своих Правоохранительные органы Она просто подросла То есть Мелкие предприниматели Наверное Комфортнее стало А вот то что касается Крупного бизнеса Может быть и наоборот Александр Ваше заключение Я считаю Что на сегодняшний день У нас ситуация Некомфортная Для ведения бизнеса Почему Потому что Все Преимущества Которые были У нас в начале 90-х Дешевая рабочая сила Дешевая энергия Отсутствие практически Налогов Мы потихоньку Скомпенсировали Повышением налогов Увеличением стоимости Электроэнергии И повышением Дикого количества Созданием административных Барьеров Налогов И так далее Поэтому Аналитика Которую проводили В агентстве Стратегических инициатив Когда создавали Doing business Позволила часть Вопросов снять Но осталась Вторая часть Неуверенность В завтрашнем дне Если тот посыл Который президент На днях высказал Будет Станет реальностью И изменит Мышление Тех людей Которые принимают Решения сейчас На местах И люди будут Уверены В завтрашнем дне Если не будут Постоянно Вываливаться Новые налоги Как сюрпризы С неба падать То тогда Плюс еще Снизится ставка Ключевая По финансированию Хотя бы до 8 Там процентов Ну вообще Мечта 6,5 процентов Тогда снова Станет вести Бизнес в России Выгодно Выгодно Интересно Ну а соответственно От этого должны выиграть Все Да и те люди Которые не занимаются Все выигрывают В эфире Радио Свобода Видеотрансляции На сайте www.swaboda.org Прозвучала и была Показана передача Правосудия Ее вела я Марьяна Тарачешникова Сто мной в студии Сегодня были Уполномоченные По защите прав Предпринимателей Содержащихся Под стражей Александр Хуруджи И координатор Программы Стоп-арест Алексей Громовенко А на видеосвязи Из Воронежа С нами были Предприниматели Елена Супрунова И адвокат Ольга Гнездилова Оставайтесь на волнах Радио Свобода Приходите к нам на сайт Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин